Привет, привет! Сегодня тестируем дурацкий вид камеры на голове, на прищепке. Посмотрим, насколько это функционально. Ну, как выглядит это, в принципе, не очень важно, потому что я вышел на улицу не для того, чтобы спрашивать, как я выгляжу, а для того, чтобы посмотреть, насколько удобно снимать вот именно в таком плане. Когда руки у тебя свободные, ты можешь и смотреть, и делать все, что хочешь, чтобы камера не мешала. Ну, о, сегодня опять ветры уже эти заколебали, вот правда. Снова повторяем, может быть, может быть, шупить. Поехали. Алло, алло, слушаю, здравствуйте. Ну, да, делаем, ремонтируем, заправляем в кондиционере, да. Часами вот сейчас на руках, конечно, гораздо удобнее. То есть ты все видишь, что ты снимаешь, все видно на экране. Ну, сразу скажу, с непривычки камера ощущается тяжеловато на голове, как будто примерно iPhone прикрутил к голове или Huawei какой-нибудь. Ну, грамм 130, наверное, 140 с креплением. С кепкой все 150 грамм. То есть чувствуется, что сбоку что-то висит, и эта сторона у тебя перевешивает. Пока ощущаю дискомфорт, честно говоря. Ну, снимать, конечно, удобно. То есть можно все и руки поснимать, все, что ты делаешь. Это очень удобно в плане того, что тебе не надо вообще отвлекаться. Ну, камера снимает, снимает. Нажал кнопку, выключил. Нажал кнопку, снял. Что нужно. Допустим, вот я сейчас закончил эпизод снимать. Сейчас я его выключаю. Вот, например, аварию увидел. Сразу кнопочку включил на камере. И сразу же я могу снимать, что здесь произошло. Вот здесь морковник улетел. Занесло его. Он мордой себе раскристал. И Volkswagen тоже с ним вместе. Удобно? Удобно. А вот парни стоят там на улице, камеру на штативе настраивают. Это неудобно. Все видно, да? Видно, вон они, да. Здесь большая мобильность. Камера снимает практически профессионально. Ну, без глубины, единственное, без объектива, грубо говоря. Ну, ты можешь снимать с ней на ходу все, что хочешь. Очень удобно. Если честно, я еще так удобно ни разу не снимал, чтобы мне ничего не мешало. Обычно приходится, приходится камеру в руке держать, что-то там куда-то крутить, мотать. Здесь просто еду, как обычно. И ничего не делаю. Просто разговариваю со зрителями. Со своими подписчиками тоже. О, здесь эти нехорошие. Видите, ставят камеру. Уроды. Появилась быстрая пэхо. Единственное, что я сейчас желаю, весила бы она поменьше бы. Камерка бы эта. Ну, она хорошо едет. Неплохо. Ну, эхо валит. Хорошо будет. Поинтереснее будет ехать. Доедем быстрее. Не, не быстрее. С этими пробками, где куда мы не быстрее не доедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, еще появилась спортивная приора. Тоже с четырьмя трубами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охренеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все с четырьмя трубами. И приора, и бэхо. Офигенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брембо выручили. Если бы были обычные, тормоза не успел бы затормозить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздновато, заметил я. В какой-то момент подумал, что сейчас спешусь, а нет, Брембо справились, молодцы. И это все приора виновата, она слалом устраивала, это нехило. Движение сегодня, конечно, плотное. Скорость небольшая, поток плотный. 50 км в час едем. Мазда всех обогнала еще. У меня еще 50 литров воды в машине для оборудования. Три баллона фреона. Вот сейчас я с этими машинами даже забыл про камеру. Она у меня висит. Алло, слушаю, здрасте. Есть, есть несколько штук моторов в наличии со склада читы. Вы нам запрос сделаете на e-mail или смс-ку киньте мне на этот номер, что вам нужен такой-то мотор на такой-то кузов. Я вам в течение двух часов отправлю фотографии и стоимость из наличия. Ну, там с коробкой на сайте это объявление, мы его давно ставили. Я вам вышлю цену и стоимость из наличия именно на сегодня. Вы нам запрос сбросите на e-mail или на этот номер сотовый. Я в течение часа-полтора вам отвечу. Давайте. Да, смс-ка сбросите номер, какой у вас кузов, какой мотор нужен. И на этот номер прямо кидайте, я вам сброшу. Сейчас за рулем еду, пока занят. Давайте. Улица Ленина у нас в Омске. Вот отремонтированная улица. Столбы посередине поставили. Здесь все фасады все покрасили. Пешеходники сделали. Единственное, зелени нету, совсем практически мало. Алло, слушаю, здрасте. Я сейчас еду уже по улице Ленина. Ну, минут пять осталось. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, я понял. Я понял, да, хорошо. Так, переключаемся на третью. Сейчас будем... Нет, не будем. Не обогнал. Негде здесь отгонять. Знаешь, все что сзади впечатляет? Что это такое? Лада, Ларгусы. Спортивная. Сегодня все... Сегодня все... Сегодня все кончики, походу, в городе Омске. День национальных гонок. В общем, не удается мне за этих пробок обогнать. Будем выехать. Нереально обогнать. Ну, он сейчас направо на мост и идет, и все. Так, а я могу, в принципе... Мне прямо надо, вообще-то... проехал какая-то... Ну, мне туда и надо. Хорошо. Отлично. Я подумал, он туда поедет, а он поехал туда. МВ, до свидания, МВ. Пока-пока. Ну, вот, парни, небольшой сюжетик. Субару, ВС, БМВ по городу. Всем, кому было интересно. Тем, кто смотрел. Пока-пока. Вот Бехра. Валит хорошо. Было интересно. Сильно быстро не разгонялись. Только с места разгонялись. Ну, и что? То лево направо, то лево. Не понятно. Пешеходы. Пешеходники соблюдаем. Так, ну все, я почти доехал. Следующий сюжет будет про посещение... Следующий сюжет будет про посещение диетической презентации. Папу позвали, и он меня позвал. Сейчас дальше продолжу там снимать.